Это Моголь ТВ и в этом видео вам предстоит выбрать правильную дверь, чтобы выжить, и решить другие загадки на логику и сообразительность. В конце видео обязательно напишите в комментариях, сколько загадок вам удалось решить. А если вы еще не подписаны на Моголь ТВ, то обязательно жмите на красную кнопку подписки и на колокольчик рядом с ней. Так вы всегда будете в курсе новых видео с загадками и головоломками на Моголь ТВ. Номер 1. В далеком королевстве злой колдун решил убить короля и захватить в стране власть. Король знает, что колдун сделал себе костюм, как у стражников, чтобы выдавать себя за одного из них. Посмотрите внимательно на картинку и скажите, кто из этих стражников колдун и почему. Свой ответ сразу напишите в комментариях. Если вы обратили внимание на флаги, которые развиваются над замком, то поняли, что ветер дует в правую сторону. И только у одного из стражников перья на шлеме развивается в противоположную сторону. А значит, именно он и есть колдун. Ставьте лайк, если ответили верно. Номер 2. Отважный рыцарь попал в плен к злому королю. В помещении, где находится рыцарь, есть три двери и маленькое окно. Рыцарь не может сбежать через окно, так как оно слишком узкое. Злой король очень любил головоломки, поэтому предложил рыцарю сделку. Только одна из трех дверей ведет на свободу. За всеми остальными просто каменная стена. Рыцарь может открыть только одну дверь. Как поступить рыцарю? Каким образом ему выбрать правильную дверь? Для решения этой загадки нужно применить находчивость. Сначала рыцарю нужно открыть окно. Из-за этого в помещении образуется сквозняк. Воздух будет проходить в щели двери, за которой путь на свободу. Таким образом рыцарь сможет спастись. Номер 3. Детективная загадка. Один из работников крупной компании был обнаружен убитым у себя в кабинете. На место преступления прибыл опытный детектив. Он установил четырех подозреваемых. Среди них коллега убитого, его начальник, уборщик и охранник. На месте преступления не удалось обнаружить ни одной улики, кроме маленькой записки с почерком жертвы. Там были цифры. Кто же из подозреваемых убийца? Чтобы ответить на эту загадку, вам нужно было перевернуть записку, которую написал убитый. Тогда цифры превращаются в буквы и можно прочитать слово «босс». Значит, убийцей является начальник. Номер 4. Богатый бизнесмен отмечал день рождения у себя в доме. Он пригласил только четырех самых близких друзей. В конце вечера он обнаружил, что часть драгоценных камней из его кабинета была украдена. Он сразу же вызвал полицию. Детективы допросили всех приглашенных гостей. Каждый из них сказал, что не причастен к ограблению. К сожалению, в кабинете бизнесмена не было камер видеонаблюдения. Однако в комнате, где проходило основное торжество, она была. Детективы посмотрели запись с камеры примерно в то время, когда была совершена кража. Посмотрев их, они сразу поняли, кто из приглашенных гостей грабитель. Кто же это и почему? Для того, чтобы распутать данное преступление, вам нужно было быть внимательными. Когда полицейские допрашивали гостей, то один из них был с гипсом на правой руке. Однако на записи с камер видеонаблюдения его повязка уже на левой руке. А значит, это муляж, где спрятаны драгоценности. Номер 5. А сейчас мы проверим вашу внимательность. Посмотрите на картинку и скажите, кто из них беднее? Субтитры сделал DimaTorzok Номер 6. Историческая загадка До 16 века люди пользовались вилками с тремя зубцами, а то и вовсе ели руками. Но затем в Италии придумали вилку с четырьмя зубчиками. И с тех пор весь мир пользуется именно такими. Попробуйте догадаться, для чего же итальянцам в 16 веке понадобился лишний зубец? Итак, правильный ответ. То, что это нововведение придумали итальянцы, должно было вам помочь. Одно из самых известных итальянских блюд – это паста. А наворачивать макароны на четырехзубную вилку намного удобнее, чем на трехзубную. Номер 7. Оказавшись в пустыне без еды, воды и какой-либо связи, вы провели полдня в поисках цивилизации. Все попытки оказались безуспешны. Кроме того, вас мучает жажда. Что вы сделаете? Первый вариант. Возьмете кактус, разрежете его и выпейте жидкость, которая содержится внутри. Второй вариант. Будете терпеть, пока не найдете хоть какой-нибудь источник воды. Даже если вам придется терпеть очень долго, а у вас почти нет сил. Какой из вариантов вы выберете? Существует распространенный миф, что жидкость из кактуса вполне можно пить, если в пустыне мучает жажда, а воды нет. Но это не так. Наоборот, это может ухудшить ситуацию. Жидкость из кактуса может привести к отравлению и тошноте. Таким образом, ваш организм будет еще более обезвожен, и вы ухудшите свое положение. Единственный выход – это терпеть и искать источник питьевой воды. Номер 8. Родители Тома уехали из города на один день по делам. Перед отъездом они предупредили сына, чтобы он ни в коем случае никуда не выходил из дома и готовился к экзаменам. На следующий день, вернувшись из поездки, родители даже не заходя в дом поняли, что их сын куда-то выходил и тем самым не выполнил их просьбу. Как же они это поняли? За день отсутствия родителей Тома на машинах соседей скопилось приличное количество опавших листьев, а автомобиль рядом с их домом был чистым, а значит, дом вчера ездил куда-то на машине. Номер 9. Угадайте название игры по картинкам Эмоджи. Продолжение следует... Продолжение следует... Номер 10. Известный куратор решил устроить выставку молодых художников. Тим очень хотел попасть на эту выставку и принять в ней участие. Однако куратор ему отказал. Тогда Тим заявил, что сейчас работает над одной картиной, которая точно всех заинтересует. Он пригласил куратора к себе, чтобы ее показать. Однако Тим решил сжульничать. Он купил картину у своего талантливого друга и принес ее в мастерскую. Когда куратор пришел, Тим заявил, что это его новая работа, написанная маслом. Он закончил ее буквально пару часов назад. Посмотрев внимательно на картину, куратор сразу понял, что художник его обманул. Почему? Картина была написана масляными красками на холсте. Это значит, что она будет сохнуть несколько дней. Однако художник купил готовую картину, и краска на ней уже высохла. Куратор сразу это заметил и понял, что его решили обмануть. Номер 11. У Светланы собственный магазин по продаже цветов. Ей нужно нанять нового флориста, который будет помогать ей в работе. Светлана получила три резюме. Двух девушек из трех она пригласила на собеседование, а одной отказала. Какой из них и почему? Светлана отказала Марине. Девушка рассказала, что у нее аллергия на пыльцу. Очевидно, что работать с цветами она попросту не может. Поэтому ее и не позвали на собеседование. Номер 12. Начинающий шпион получил задание. Он должен научиться растворяться в толпе и оставаться незамеченным. Посмотрите внимательно на камеры наблюдения. Сможете ли вы найти на них шпиона? Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...